Субтитры делал DimaTorzok Трям подписчикам и гостям я Джетли и если вы не смотрели первую часть этого видео, тыкаем сюда и смотрим. Разумеется, ссылку я еще размещу в описании. Итак, посмотрели, продолжаем. Так, на чем же мы остановились? А остановились мы на том, что подобных совпадений не бывает. Ну, от слова вообще. Так как же вышло, чтобы Ваненко познакомился с Миленой? Все дело в третьем персонаже. В третьем персонаже, с которым Милена тусовалась в последнее время. И имя этого персонажа Наталья Трея. Ее старые клипы мне все-таки больше нравились. Там была душа. Сейчас там в основном коммерция. Честно говоря, не очень помню, с какого момента они начали общаться. По-моему, год или полтора года назад. Честно говоря, не помню, с какого момента Наталья Трея начала общаться с Паваненко, но он весьма и весьма повлиял на ее клипы. Сейчас разбирать мы их не будем, потому что речь совершенно не о ней. И не о них. Милена Чижова познакомилась с Натальей где-то год или полтора года назад. Но это не так важно. Привет, ребята! Мы сегодня у меня дома с Миленой Чижовой. Решили снять для вас мистер-челлендж. Я слышу бутаны! Но их коллаборация оказалась успешной только после выпуска двух клипов, которые Эмма-то Милена и Королева подземки. Думаю, именно в этом промежутке Милена познакомилась с Паваненко. И закрутилась. И вот как раз после этого у них и зародилась идея выпустить такой хит. Да. А что? Довольно хороший пиар-ход. Обсуждения в новостных пабликах, пиар, хейтеры ликуют, комментарии с оскорблениями подталкивают видео в поиске вверх. И у них даже есть шанс попасть в топ худших видео в этом году. Да. Так, что-то меня понесло. В этом я вполне возможно не права. Потому что после этого Милена очень долго возмущалась в твит. В любом случае, эксперимент, который поставили эти двое, был в какой-то степени успешен. Ну и, как я говорила, ходят слухи, что отрывок из песни «Черный список», как говорит Милена, это запись репетиции, упоминала уже об этом в первом видео. Просочился в интернет из-за взлома Ольгой Авдеевой. Вот мне интересно, кому она отправляла эту запись репетиции. И для чего? Мне кажется, это тоже неспроста. Но! Не это ли спасло этот трек от полного краха? Милеш, надо быть благодарной за подобные случайности. Вот тут бы мне хотелось вставить скрины того, как Милена отреагировала на слив оригинала. Ну и, конечно же, цветы Милешки. А теперь хочу заметить, что я ни разу, кроме этого момента, естественно, не упомянула о том, как выглядит Милена. В конце концов, у каждого человека свой вкус и о том, как она себя подает. Ну, это включая поведение. И, конечно же, я завидую, распилю видосик о блогере, который значительно популярнее меня. Ну и, как обычно, если вы хотите больше подобных видео, вы можете написать об этом в коммент... Ну и, разумеется, поставить лайк. Потому что, на самом деле, все блогеры снимают видео только ради лайков и хайпа. Также пишите в комментариях о том, что вы думаете о клипе Милены и насколько он успешен. Всем спасибо за просмотр и пока! Субтитры сделал DimaTorzok